На дворе замотили... Ох, блин! Тупо замотили, смотри. Заверюха, да, там, друзья? Заверюха? Холодно вам, наверно? Видосочки, давайте покажем подписчикам, как на дворе холодно, как вы выживаете без ежи. А я мое окно. Только еще помыл. Вытараю. И вот небольшая реклама. Жена Саня Рудака делает всякие, короче, всякие штучки, брелки, фигурки. Вот, смотрите, какое рельефное, красивое искусство. Она мне сделала моих любимых персонажей моего любимого мультфильма. Кто захочет купить, там очень дешево. Декоте, хендмейд Ривне, 57 участников всего-навсего. Вот есть брелки, смотрите. Ну, тут пока монтировал, жесть тут... Произошло, человек умирает, лежит на дороге. Машины объезжают, всем все равно. Мне, чтобы взять машину, посадить в больницу, они же скорую помощь ждут. Людям всем насрать на других людей. Так же всем насрать на меня. А потом мне пишут. Мое мнение о тебе изменилось в худшую сторону. Да какая разница, какое мнение у вас обо мне, если вы все равно вот так вот будете обижать, когда я буду валяться. И придет тебе на помощь, и думаете, мне интересно ваше мнение, когда вам пофиг на меня. Если вам было бы не пофиг, вы бы мне давали все свои деньги, хотя бы половину их помогали мне. Но вам уже пофиг, вы же не помогаете мне. Поэтому, ну, меня ваше мнение не интересует на моей жизни. Не каменьким. Кожушась, Миша. Сегодняшнее видео я начинаю с видеоблога, ребята. Вот, вы просили, я стою блогером для вас. В общем, я на седьмом этаже живу, но еду сейчас вниз встречать гостя своего, потому что моя семья решила сэкономить на ежемесячные платья за домофон, и у нас отключен домофон. А мне это нравится, потому что тебя никто не тревожит. И так дальше. Сейчас я иду встречу с гостем, и, возможно, мы покатаемся. Ух, ты на велику? Привет, заходь. Ох, как холодно. Я сегодня снимаю блог. Что? Блог снимаю. Знаешь, что это такое? Да. Ну, короче, как ты до меня приехал гостя. Думаешь, что там снег? Нормально. Падает. Прикольно. Ты на бороде не катаешься? Нет, я не могу. Понял. Короче, смотри. Ты смотришь, что не треба ходить. Там валяется. Я сейчас видео дораблю. На це, короче. Дораблю видео, а ты повинай на солнце, добро? Да. У нас сегодня на улице метель. 13 января, пятница. Блин, это очень круто. Потому что мое любимое число, а пятница это крутой день. А любой день это крутой день. Независимо от числа. В общем, у нас метель, но ко мне приехал племянник. Я ехал. Ну ты ж на велику ехал, да? Да. Сколько километров там? Не знаю, может быть пять. Пять километров ехал, он за городом живет. По метели, чтобы покататься со мной. И сейчас мы попробуем в эту метель покататься. И чтобы вам было интересно смотреть, я решил сделать такой челлендж. А помните все сани Рудеха? Каждый выпуск он учился какой-то трюк. В 180 в одном выпуску, в пейке в другом, в чекен барспинг в третьем. И плюс у него есть опыт езды на велосипеде. У моего племянника нет опыта езды на велосипеде, но сейчас мы попробуем метель еще и научить их трюков. А может и все сразу, все зависит от него. И сегодня будет такой эксперимент. Сегодня у нас необычный выпуск. Сегодня метель. Кататься нам негде в городе ровно, потому что скейт-парка нет. И мы решили покатать стрит на улице. Катать мне тоже не с кем. И ко мне приехал племянник. Он ехал пять километров за городом сюда, чтобы покататься со мной, чтобы чему-нибудь научиться. И сегодня у нас будет эксперимент. Он не умеет кататься, не умеет делать банихопа, ничего. Вообще никаких трюков. И сегодня мы сделаем такой социальный эксперимент. Сможет ли человек с физической подготовкой выучить велосипедные трюки, не умея их и не пробовав раньше? Насколько быстро сможет он выучить их, точнее? Быстрее за Саню Рудика или нет? Потому что Андрей четырехразовый чемпион Украины по боксу в своей категории, но кататься на велосипеде не умеет. И сейчас мы проведем такой эксперимент. Он только для начала, у него плохой велик, и нужно мой покачать. Не, там снимай нормально. Нужно мой покачать. Покажи, какая Санюшка. Потому что уже здесь вылазят металлические скрепки. Поэтому сейчас мы скотчем обмотаем, чтобы ему было удобно учиться. Ну и мне тоже. Я не знаю, что тут видно, потому что тут же экран потух. Видно? За один день вместе с цепью. На цепи уже другую поставил. Судушку уже починил. И покрышки поставил с подвеса. Поэтому подвес не на ходу. Так как денег на покрышки нет сейчас, я решил с подвеса переставить. Вот так. Ну что, начнём. Скажи, какие бы ты трюк хотел выучить. Сначала банихоп, да? Да. Ты покажи. Я покажу, как делать. Давай, банихоп. Давай, короче, на своём велике. Давай ты на своём будешь, да? На моём? Ну давай, на моём. Ладно. Ну, типа нормально. Короче, каждый трюк требует просто тренировки. И всё. Всё очень легко учится. Ванихоп подрываешь переднее колесо. Вот так вот. И потом, уже когда переднее подрывал, подрываешь заднее. Попробуй так. Я думаю, что он выйдет. Ваня, этого даже учить не буду, бо ты сам маешь почувствовать. Нормально таки выше колесо переднее. Типа подрывай на себе, а тягуйся назад. Да, таки назад больше тягуйся. Ну молодец. Реально. Ванихоп нормально. Давай ещё раз. Нормально. Попробуй только, смотрите, тянись назад. Понял? В спину назад. Руль назад. О! И в этот момент, когда ты... Корпус назад, руки прямые. Назад, типа мэнул называется трюк. Как идешь на заднем колесе. И потом поджимаешь ноги, поджимаешь их до себя. Типа... И жопа... Да, нормально. Знаешь, как дельфин. Типа ныряю в море. О! Чувак, круто. Всё, молодец. Банихоп ты научил. Давай, следующий трюк. Что следующее? Самая простая после банихопа. Блин, я не знаю даже. Давай, наверное, 180, а бы чуть-чуть барспин. Что ты хочешь? 180? 180? Просто тут дуже слысько. А где я, друзья, что-то? Барспин, руль крутить. Ну, ты хочешь сразу попробовать или объяснить тебе как делать? Да, просто прортаешь. Давай я, может, объясню, как делать. Покажи. Вот ты так хочешь сразу. Так, держи камеру. Прокручишь руль. Вот так. Крутошь, крутошь. Пробуешь ловить, как тебе удобно. Еды будешь, чтобы было людям. Короче, чикен барспин сразу вам обучение. Как делать? Вот так подходите к стенке и тренируетесь. Когда вы почувствуете, что можете делать уже не возле стенки, делайте. Есть два трюка. Чикен барспин – это когда вы бросаете руль и в этот момент другой рукой ловите его здесь, ожидая. Бросаете и ловите. Или в эту сторону бросаете и ловите. Это называется барспин. Есть еще трюк бас-драйвер. Это когда вы проводите руль рукой полностью и тогда ловите. Вот барспин, а вот бас-драйвер. Ты выбирай, какой тебе трюк больше нравится, какой тебе легче все будет делать. Научись, два. Типа назад. Так впрысь, чтоб все стоит. Не, над сидушкой. Ноги. Алы впрысь так, чтоб в стенку что-то… Мех руль крутить. Попробуй отпустить, что не падалов. Нужно так сделать, чтоб переднее колесо не упало на землю. То есть так нажми его. Какой рукой тебе удобнее бросать? Правой. Правой, да? Тогда… И вот левая должна быть уже здесь. Вот сейчас бросай, а эту держи здесь. Вот. Вот. Сейчас сделай так двадцать раз. Чтоб оно просто было на автомате у тебя. Раз. То и то, и потом попробуешь. Вот. Ударила в руку. В движении это может произвести к падению. Так что нужно оттащить это возле стенки. Запомни это движение. Сделай его медленно. Один раз. Теперь быстрее давай. Чуть-чуть быстрее. Теперь еще раз быстрее. Вот. Видишь? Ты просто промазал по рулю. А нужно именно четко попадать. Давай. Еще двадцать попыток с нуля. О, по костяшкам ударил. Держи вот так вот ладонь, когда ловишь открытую. Тогда сжимай. Сжимай. Сегодня наш спот – это моя школа тринадцатая. Это барспит. Вот это барспит. Вот. Это барспит. Вот. То есть. Сначала подрываешь переднее колесо. Не важно. На высоту пять сантиметров. Чуть-чуть. Но главное, чтобы ты мог стоять и зажимать седло. Зажимаешь седло, подрываешь колесо. Зажал седло. И тогда можешь крутить руль. Вот. Когда зажал седло, пара зельца забрылась. Главное, выдаем. Да. Главное, зажать седло и доклонить корпус вперед. Когда сделаешь такое движение, вот так вот, ты не упадешь. Даже если не докрутишь или перекрутишь. Так что пробуй. Всё. Зажми так коленями седло, чтобы ты почувствовал, что ты можешь держать велик. Ну, если ты чувствуешь, тогда давай сейчас подрываешь переднее колесо. Убираешь руки с руля, приземляешься без рук. Вперед. О. Да. Давай ещё раз так. Пригонять. Выставать. О. Да, всё. Всё. Теперь, когда ты приземлился без рук, ты уже не будешь бояться закручивать руль. Поэтому давай то, что возле стенки делал, давай сейчас здесь. О. Нормально. Молодец. Понятно. Войти у нас скорышка его. Не. Скорости нужно лучше для начала. Скорости вообще не брать. Тогда ты будешь в безопасности больше. Давай. Не шлати. 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 Ты не подорвал переднее колесо и он прокрутился по асфальту. Давай подрывай переднее колесо так, что как возле стены стоял. Вот. Ещё. Или быстрее крути, или выше подрывай переднее колесо. Стой. Не спеши. хуй. Воздух. Вы hippiy deforme ещё раз в воздухе. О. Блин даже не знаю что сказать потому что. Потому что прот Screen. Давай. Вот, друзья, вам показатель того, что человек с физической подготовкой может намного быстрее выучить трюк, даже если он не умеет кататься и опыта у него нет в езде на велосипеде. Так что занимайтесь спортом любым. У тебя проблема ловить руль. Нет, ты просто встань возле стены, еще раз поделай и запомни, как ловить руль. Ты его ловишь уже, когда он приземлился, а нужно его раньше словить. Возле стены. Круто, давай еще 10 раз и тогда... Опа, зловы, молодец. Ты можешь, кстати, ловить одной рукой сначала. Одной рукой, хватит уже труда оставлять. Главное просто раньше ловить. Роб. О, короче, проблема только что была в том, что ты не наклонился наперед. Не забывай, нужно, когда зажимаешь ногами седло, наклоняйте тело вперед, чтобы мне уйти назад, чтобы не упасть на спину. Зажимай седло и наклоняйся вперед. Давай. О, молодец. Бал парсфина. Ты просто берем меньшую скорость и ты не будешь падать. Меншую скорость, подривай, проникай колесо. Пучим, проникай, проникай. Вот, бачите, что уже ловишь не так. Тебе надо возле стенки опять встать. Ого, это было даже круче, чем подрываю колесо. Со слайдом сделал прям. Ого. О. Ты руль не зловил, а потом зловил, поехал дальше. Вот если ты будешь с бровки спрывать, ты так упадешь. Короче, тебе простительно, потому что ты делаешь на плоскости. Не, если просто с высоты будешь делать, упадешь. О, вот так нормально. Ловить нужно раньше. Руль. О, короче, выучил ты бровь спин. Осталось потренироваться все. Дай следующий трюк. Дай следующий трюк. 180, да? Единственный минус, это то, что очень скользко. И сейчас расскажу, как делать 180 именно в такую погоду. Сначала банихоп ровно, без поворота переднего колеса. Ты так, когда делаешь банихоп, заносишь плечи и корпус в ту сторону, в которую хочешь сделать 180. В противоположную сторону передней ноги. Короче, у меня левая нога сприт, значит, я буду спешить сюда. В этом деле, шелк, в положительной. Главное, в этой короче, в этой короче, в этой короче, в этой короче, ты тут полкаешь и рампу, это единственный важный момент в градусах, когда делаешь. Это, где вадим, как раз, почему мы придумали, блядь. Делают 180, посмотрят вот так, но у них ничего не получается. Нужно делать, и сразу смотреть головой, куда ты на приземляешься. Так само с трех. Делаешь трех, и уже смотришь вот через плечо, в сторону закруто. Ну, короче, назначил, назначил. Довольно, это очень сложно. Пробуй. Да. Пропрыгиваешь так, как ты прыгал, только плечи в сторону закруто, и жопу тоже. Для первой попытки это очень хорошо. Давай еще раз. Блин, мне даже не нужно тебя учить, реально. Все правильно, все круто. Давай пробуй. Короче, тебе остается только поджать. Смотри, ты делаешь все правильно, только у тебя заднее колесо раньше времени приземляется. Ты не успеешь докрутить, тебе нужно или выше ванихоп, или если такой ванихоп, прежде крутиться, или поджать ноги. Просто, когда вот крутишься, берешь ноги, поджимаешь под себя, за ржиками, ты делаешь вот так вот. Брызгаешь, и заднее приземляется. А тебе надо, короче, латыш, и всю часть под себя, типа, педали моих, под себя велик поджимаешь, и тогда докручешь. О, вот это было нормально. Я понял, что она из-за. О, нормально. Черт, круто. Попытка номер шесть. Только ты не могу, потому что ты не срываешь ноги с педалей. Нормально, нормально. Голова подавилась, теки ты не зробил банихоп, то есть ты не подпрыгнул вообще. Ее, молодец. Давай, еще чуть-чуть. Стой, бери меньше скорости, потому что реально с такой скоростью можно упасть. Минимум скорости, это проще будет для обучения. Короче, руками, ногами поджимай велик под себя, чтобы он был с тобой прям. О, нормально, нормально. Сейчас буду. Держи его еще выше, еще ближе до себя, как будто ты с ним одно целое. В этом трюке и в любом другом нужно чувствовать, как будто вы с велосипедом одно целое. Как терминатор жидкий. Останавливайся, почти останавливаешься и тогда делаешь. На всю дурь. О, давай. О, все офигенно, сделал. О, нет. Все. Ее. Только не докрутил. Ее. Ее. Давай, блядь. Молодец. Будет асфальт, не будет снега, ты сможешь просто еще поворот немножко сделать на асфальте, и тогда ты перекрутишь даже. Сейчас снег, как для первого дня обучения трюков. Первых попыток 180 в снег это очень крутой результат. Смотри, 180 ты научился, только вот, правда, здесь и я на фейке не могу нормально выехать в этой непогоде. Давай научим теперь тебя фейки. Фейки, фейки это езда задом, знаешь? Давай научим, чтобы ты, когда будешь делать 180, смог задом выехать. Тогда будет полный букет. Сколько времени мы здесь? Минут 20? Посмотри. Водикально примерно прошло 25-30 минут с момента того, как мы приехали сюда, и Андрей на моем велосипеде научился чикен барспин. Сначала банихоп, потом чикен барспин, а потом с банихопа 180. Три трюка научился пацан, который не умеет кататься на велике, но у которого есть физическая подготовка. Так что это помогает. Если у вас есть даже не то, что физическая подготовка, а сам подход к изучению трюками, или желания, или мышления. У каждого человека разные. Кто-то может один трюк учиться месяц, кто-то один день. Не нужно смотреть на других, нужно просто пробовать. Держи камеру ровно. И вот он изучил три трюка с 25 минут сани потребовалось на изучение чикен барспин. Короче, мы нашли участок с асфальтами, сейчас... О, круто. Ого-го! Ты че? Сейчас сделаю. Ой, почти. Ай! Ай! Все, ну да! Спасибо. приехали на фреш супермаркет нужно выехать на короче подрываешь при вырывай опа с резкая стенка будет сложновато сможешь наперёд а вот видишь о нормально вот теперь можешь учить задом ехать извините о да найдем место получше без снега не было страшно взялось ну ноги ага помогли молодец ноги я защита да молодец забери палец там и шо в ютубке да помогти да давай и ставишь его ревну вот так вертикально колесо короче ставишь так вот на градусов 45 нужно прям на 90 все равно не ставишь боишься да давай поедем дальше нам попробовать а 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 не а она 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 не она вот так вот вот ногу и можно только с ней приземляться. Вот так вот, например. И типа ехать. Выкидывать велосипед, подпрыгивать и вот так вот запрыгивать на базе. Выкидывайте веяние. Просто перекидывайте ногу. Дивись короче, какая в тебе нога спереди, ты знаешь еще? Влево. Сейчас поднимай велик и попробуй просто ногу перекинуть через раму и поставить на педаль. Да, все, правильно. Теперь давай короче так само чуть-чуть попробуй в воздухе запрыгнуть. О, нормально. Ты цей ногой ставишь. Когда цей ногу ставишь, то доставляешь и все. Е. Все, вот ты мне ниндзадроп. Давай попробуй теперь выщипеткинуть байк, быстрейше запрыгнуть, чтоб ты и стави поехал. Все. С каких попыток? Короче, с трех попыток Андрюха научился ниндзадроп. Давай попробуй чуть-чуть выше, так чтобы не убить твои ноги металлическими педалями. Отсюда нет. Идем с лавочки. Там нужно... Е. Молодец, давай. Ниндзадроп ты выучил. Блин, все трюки ты учишься с 5 попыток. Короче, вот и результат. Можешь попробовать, если хочешь, и желание чуть-чуть выше, вот в той лавке. Можешь попробовать. О, давай. Оу! Зачепився за сидушку. В принципе, педали хочу поменять, воно дым-дым звенчать, колокольчики. Воно бесит уже, так же капец. Нормально. Давай. Е. Ниндзадроп ты выучил. Короче, в следующий раз надеваешь защиту и подкопляешь буш намного. И делаешь... Она есть защита. Где? В следующий раз делаем договор. Ты берешь защиту с собой, и делаем за какой-то метровый. Хотя бы высоты делаешь, что ниндзадроп, да? Да. Давай. Молодец. Что еще можешь научить? Хочешь нам научу еще крэнкфлип? Я не знаю, просто... Что это? Крэнкфлип. Короче, крэнк это педали с английской. А флип это типа сальто, как бы. Перекрутить педаль. Вот так вот. Хочешь? Не сделаешь? Ну, можешь попробовать хочешь? Просто типа шипы типа... Идем покажу. Все. Просто я боюсь, чтобы ты ногу себе не повредил, потому что у меня металлические шипы, а ты без защиты. Вот так вот, как я ногой. Опускаешь педаль по другому, где-то 45 градусов. Вот так вот. Носок. Бачишь? Ага. И чтобы ты была толкнуть, ты не мог. Понял? Весь это будет просто так, и ты не можешь толкнуть. Бачишь? А как ловить? Вот такой ногой, что толкну, сразу тут ждешь, как барспин. Ты толкнул, и тут и ставишь. И сразу ловишь. Видишь? Бачишь? Дуже легко, стильно, дивишься. Если с банихопа, потом... Просто на асфальт прыгай, потому что ты можешь не зловить и повредить ногу. Давай сначала просто едь, прокрути педаль и прыгай на асфальт ногами. Нахиляй носок. Носок. Не знаю, забыл какая нога спереди? Та, что спереди, да. И бросаешь назад. Носок наклоняешь. Смотри. Оу. Можешь попробовать сидя сделать сначала. Просто закрут. Закрути педали. Вот, видишь? Нужно носок наклонить. Носок. О! Е! Теперь давай стоя. Но не вставай на педали, сначала спрыгни просто носок. Носок наклоняй. Ты цепляешь вот этой ногой. Ты пол оборота прокрутилась и ставишь ногу. Нужно их ноги выше подкинуть, подорвать вверх. Пока не прокрутится весь оборот, тогда уже их ставишь. Зашвырни, короче, педали крутые. И встань просто на асфальт ногами. Сначала закрути. О! Есть. О! Носок наклоняй. Здесь она и стоит. Чтоб педаль пришла опять к ноге. Понял? О! Хе-хе. Почти. Только не сделал. Оп! Еф! Ты сделал два оборота. О! Оп! Стой! Вот эту ногу вообще, ее подбрасывай вверх и так и держи. где-то в стороне или вверху просто не ставишь. Короче, забей на ту ногу. Пока не поставишь переднюю... О! Нормально. Только не закрутил. Давай. Короче, я глянул на тебя, ты не дивишься на педали. Ты дивишься куда-то перед собой. Не, не дивишься на дорогу, дивишься именно на педали, потому что в тебе ничего не получится. Если не смотреть на трюк, на который делаешь, у тебя никогда он не получится. О! Подожди. О! Рыжик. Иди сюда. О! Рыжик. Какий. Красавчик. Красавчик. Так, у нас стоп. Пауза. Потому что у нас кот. Ну, а что ты морда? Голова. Красавец природы, да? Да. Все, он тут сидит. Короче, крендфлип откладывается, потому что здесь сидит кот. Как тебе на холоде? Не холодно? Лапки. Давай там, да, пробуй там. Поучись пока, что пока я кота поглажу. Получилось? Да. Ты сделал? Пока я кота снимал, Андрюха сделал. Чувак, sorry. Сидай. Я кота посажу себе на ноги сейчас. Давай, куда ты? Мы с котом будем здесь сидеть и снимать. Давай, Андрюха. Ай. Ничего не было. Є! 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 Ого! Не больно? Ты словил голеню просто педали. Старайся подошвить сразу. Пол оборота. Кот их замерз. Ничего, это я погрел в крошке. Пока я снимал кошку и гладил, разродилась батарея и мы сейчас поедем домой. Возьмем новую батарею и снимем кранклип. Потому что Андрюхке уже получился один раз. Кошка не хочет слазить. Я ее пытаюсь снимать, а она... Мы съездили домой, сменили батарею. И Андрюха сейчас покажет трюк, который он научился. Снимем. Давай, Андрюха. Андрей. Почти вышло. Еее. Давай еще лучше, давай лучше. Там развертайся и гарниш. Без камеры. О! Видишь? О! Ой, давочная педаль, понял? О! И давай, давай, о! Молодец! Ого! О! О! Человек, который не катается на велику, нормально ты сегодня. Ночи все трюки довольно с собой. Да. Молодчина. Да. Молодчина. Еще раз. Молодец. Короче, у меня плохой банибар спин, и я сейчас его поучу немножко. Молодец. Еще раз. Молодец. 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 Я сильно захотел под собой велик завести, и получилось, что упал. А когда я сильно толкаю, велик далеко. Не знаю, как под себя завести. Короче, напишите мне, помогите своим трюкам. С этим трюкам я буду каждый день его учиться по часику. Ну, если кто-то может помочь, пишите. Надеюсь, вам понравилось. Я сейчас вам Hok Franklin frame в мотоцикле видишь таухо. Когда я пошел – Я вас представила, MEX М estерх его и контракт. Срэпп Клэпп Суф Какой ты дебил орёт уже благоцк Esc-як, эй 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 Ля, а что за динамики? Какие минаты существуют? Это не раз Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok